Тема двадцать вторая. Революция и гражданская война в России. 1917-1921 годы. Параграф первый. Свержение монархии. В начале 1917 года в Петрограде прошла самая крупная стачка за годы войны. 9 января в ней участвовало 145 тысяч рабочих. 23 февраля 1917 года в Петрограде стихийно начались события, которые спустя всего несколько дней закончились свержением монархии. Международный день работниц 8 марта по новому стилю стал первым днем революции. 26 февраля улицы Петрограда обогрились кровью. Произошел массовый расстрел восставших рабочих. Эти события стали переломными в ходе революции. 27 февраля на сторону восставших начали переходить войска, на что власти, безусловно, не рассчитывали. Петроградский гарнизон, насчитывавший в это время 180 тысяч человек, а вместе с войсками ближайших пригородов 300 тысяч, встал на сторону народа. Николай II тем временем выехал из Ставки в царское село. Однако путь оказался занят восставшими. В середине дня 1 марта царь прибыл во Псков, где находился штаб Северного фронта. Вскоре был поднят вопрос об отречении от престола. На встречу с Николаем выехали известные политические деятели, октябрист Гучков и монархист Шульгин. К моменту их прибытия царь уже принял решение. Он отрекся от престола за себя и за малолетнего сына Алексея в пользу своего младшего брата Михаила Александровича. Однако тот, в свою очередь, предложил отложить решение вопроса до созыва учредительного собрания. Это означало полную победу революции. Покидая Псков поздно ночью 2 марта, бывший царь записал в своем дневнике «Кругом измена, трусость и обман». В столице шло формирование новых органов власти. Вечером 27 февраля в Таврическом дворце состоялось первое заседание Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Первоначально большинство в исполкоме совета принадлежало меньшевикам и эсерам. Председателем исполкома был избран лидер меньшевистской фракции Государственной Думы Чхиидзе. Товарищами, заместителями председателя, стали эсер Керенский и меньшевик Скобелев. В ночь на 28 февраля официально было объявлено о создании Временного комитета Государственной Думы, избранного накануне членами Четвертой Думы. 1 марта исполком Петросовета принял решение о предоставлении Временному комитету права на формирование правительства, которое 2 марта начало свое существование. Пост министра председателя и министра внутренних дел занял князь Львов. Министром иностранных дел стал Милюков, военным и морским Гучков, министром путей сообщений Некрасов, министром торговли и промышленности Коновалов, министром финансов Терещенко, министром просвещения Мануйлов, министром земледелия Шингарев, министром юстиции Керенский, оберпрокурором Синода Львов, государственным контролером Годнев, министром по делам Финляндии Родичев. Таким образом, в результате февральско-мартовских событий 1917 года возникло своеобразное и крайне противоречивое переплетение двух властей в России, двоевластия, существовавшее до июльских дней 1917 года, власти Временного правительства и власти Советов. В Петроградском Совете с момента его возникновения одним из ключевых вопросов стал солдатский вопрос. Поздно вечером 1 марта был выработан приказ номер один Петроградского Совета, который вводил в армии и на флоте выбранные солдатские комитеты, исключал возврат к прежней системе организации вооруженных сил. Он подчеркивал руководящую роль Петроградского Совета в политических выступлениях солдатских масс. Приказ устанавливал новые отношения между солдатами и офицерами, запрещалась грубость в отношении нижних чинов, обращение к ним на «ты». Вне службы и строя, в своей политической, общегражданской и частной жизни, солдаты не могли быть ущемлены в тех правах, которыми пользовались все граждане. Параграф 2. Политические кризисы 1917 года. 27 марта 1917 года Временное правительство выступило с декларацией об отсутствии у России захватнических целей в продолжавшейся войне и о верности союзническим обязательствам. Однако Антанта требовала от нового российского правительства более определенных заявлений о внешнеполитическом курсе. 17 апреля на квартире Гучкова состоялось заседание Временного правительства, в ходе которого весь состав кабинета одобрил текст ноты министра иностранных дел Милюкова. 18 апреля нота была направлена правительством стран Антанты. В ней шла речь о всенародном стремлении довести мировую войну до решительной победы. Известие о ноте Милюкова послужило поводом к антиправительственным выступлениям 20-21 апреля и привело к кризису Временного правительства. Апрельский кризис вылился в первую вооруженную демонстрацию против правительства. В ходе имевших место столкновений появились убитые и раненые. Кризис достиг апогея 25 апреля. Одновременно глава правительства князь Львов направил официальное письмо Чхидзе, предлагая ему инициировать процесс вхождения социалистов и социал-демократов в новый состав кабинета. В ночь с 1 на 2 мая 1917 года исполком Петросовета принял окончательное решение об участии в формировании правительства. Таким образом, апрельские демонстрации солдат и рабочих Петрограда, в которых участвовал около 100 тысяч человек, положили начало правительственному кризису и привели к образованию первого коалиционного правительства, которое существовало с 5 мая по 2 июля 1917 года. В новом составе кабинета князь Львов остался министром-председателем, а Гучкову и Милюкову места в нем не нашлось. Военным и морским министром стал Керенский. Министерство иностранных дел возглавил Терещенко, которого союзники считали более удобным главой внешнеполитического ведомства. Министерство земледелия взял в свои руки СССР Чернов, Министерство Туда – меньшевик Скобелев, Министерство почт и телеграфа – меньшевик Церетели. С 3 по 24 июня 1917 года в Петрограде проходил первый Всероссийский съезд Советов. Во время его работы большевики вели подготовку к демонстрации, инициаторами которой стала часть солдат Петроградского гарнизона, не желавшей отправки на фронт. Съезд Советов эту демонстрацию запретил, но был вынужден назначить новую на 18 июня. Большевики приняли в ней непосредственное участие. Свыше 500 тысяч человек вышли тогда на улицы города, которые впервые безраздельно принадлежали большевикам. Огромную популярность приобрел лозунг «Вся власть Советам». В июне 1917 года началось наступление русских войск на фронте. Однако развить его не удалось. Попыткой поднять боевой дух солдат стало создание в мае-июне 1917 года женских батальонов смерти. Инициатором этого начинания выступила Бочкарева. К концу Первой мировой войны в России существовало до 15 женских батальонов. Однако реально повлиять на ситуацию они не смогли. Батальоны понесли серьезные потери в боях и были отведены в тыл. Провал июньского наступления вызвал бурные волнения солдатских масс, не желавших отправки на фронт. Уже 2 июля в Петрограде начались многотысячные митинги. Известие о том, что в ночь на 3 июля министры-кадеты из-за разногласий по вопросу об отношении к Украинской Центральной Раде вышли из состава правительства, сделало обстановку в Петрограде взрывоопасной. 4 июля в столицу прибыл отряд кронштадтских матросов. Временное правительство объявило город на военном положении. С фронта были вызваны верные правительству войска, отдан приказ об аресте зачинщиков июльской демонстрации. Результатом событий 3-5 июля стали десятки убитых и сотни раненых. Правительственный кризис усугубился отставкой 7 июля премьер-министра Львова. 8 июля во главе кабинета встал Керенский, сохранив за собой пост военного и морского министра. ЦИК Советов признал за временным правительством неограниченные полномочия и неограниченную власть. Таким образом был положен конец двоевластию. После июльских событий временное правительство начало репрессии против большевиков, революционных рабочих и солдат. Были арестованы и отправлены в тюрьму кресты, камени в Троцкий, Луначарский, Раскольников и другие вожди РСДРП-Б. Лидера большевиков Ленина обвинили в организации восстаний против правительства и шпионажа в пользу Германии. Был выдан ордер на его арест с последующим преданием суду. Мирное развитие революции стало невозможным. К руководству страной пришло второе коалиционное правительство 24 июля 26 августа. В этих условиях правые силы все настойчивее стали искать яркую личность, способную покончить с анархией. Таким человеком многие считали генерала Корнилова. В его ближайшем окружении разрабатывались планы установления в России новой формы правления. После поражения русских войск в Рижской операции и падения Риги 21 августа, Корнилов через посредников начал переговоры с Керенским. Генерал стремился добиться мирной передачи ему всей полноты власти. При этом он не исключал возможность установления единоличной или коллективной диктатуры. 25 августа Корнилов двинул свои войска на Петроград. 27 августа в столице было объявлено военное положение. Керенский отказался от переговоров с Корниловым и отправил ему телеграмму, предписывая прибыть в Петроград. Корнилов приказу не подчинился и был объявлен мятежником. Таким образом, план захвата столицы провалился. К 30 августа наступление корниловских войск на Петроград было остановлено. Сам генерал арестован, а верховным главнокомандующим назначен Керенский. 31 августа было официально объявлено о ликвидации движения. 1 сентября 1917 года правительство провозгласило Россию республикой. Параграф 3. Партии и общественные движения. В результате событий февраля-марта 1917 года миллионы людей оказались приобщены к политике. Политические партии получили возможность действовать легально. Некоторые из них всего за несколько месяцев из замкнутых и конспиративных организаций превратились в крупные общественные объединения. Активизировали свою работу большевики. Численность этой фракции РСДРП к моменту выхода из подполья составляла всего 24 тысячи человек, в том числе 2 тысячи в Петрограде. Руководители петроградских и московских большевиков, а также редакция газеты «Правда» Каменев, Сталин, Муранов считали возможной условную поддержку временного правительства при постоянном давлении на него, что практически совпадало с тактикой меньшевиков. Стратегии тактика большевиков претерпели существенные изменения после возвращения в начале апреля 1917 года в Россию Ленина. В своих так называемых «апрельских тезисах» он заявил о необходимости отказаться от поддержки временного правительства и встать на путь передачи всей власти Советом. Выступление генерала Корнилова заставило большевиков пойти на кратковременное сотрудничество с другими левыми партиями. Однако вскоре Ленин вновь потребовал от ЦК партии начать подготовку вооруженного восстания, курс на который еще в начале августа принял 6-й съезд РСДРП-Б. Был вновь выдвинут лозунг «Вся власть Советом», но уже как лозунг «Восстание». Накануне Октябрьского переворота 1917 года численность большевиков в стране превысила 350 тысяч человек. Наиболее видными деятелями меньшевизма в это время были Мартов, Аксельрот, Дан, Плеханов, Патресов, Церетели, Чхиидзе. Это не означало единство их взглядов на различных этапах революционного движения. Меньшевики постоянно распадались на группы, ведущие между собой острую политическую борьбу. Отношения между социал-демократами, большевиками и меньшевиками также изменялись. Нередко были случаи перехода из одного лагеря в другой. После февраля 1917 года меньшевизм стал одной из наиболее влиятельных сил в стране. Представители меньшевиков играли ведущую роль в советах рабочих депутатов. Чхиидзе в Петросовете, Хинчук в Московском совете. Меньшевики занимали министерские посты и во временном правительстве. В августе 1917 года, когда в Петрограде состоялся объединительный съезд РСДРП, его делегаты представляли около 200 тысяч членов партии меньшевиков. В 1917 году одной из правящих партий в России стала партия социалистов-революционеров. Популярность эсеров в радикальных кругах российского общества во многом была связана с их террористической деятельностью начала XX века. Численность партии в 1917 году достигала 700 тысяч человек. У большинства из них были довольно слабые представления о теоретических установках партии. Сама эсеровская печать нередко называла мартовских эсеров случайным недоброкачественным элементом, формальными эсерами. Камнем преткновения для эсеров стал аграрный вопрос. Несмотря на то, что в июне и октябре 1917 года министра земледелия эсеры Чернов, а затем Маслов, последовательно вносили на рассмотрение правительства законопроект о земле, он так и не был принят. Самое деятельное участие в политических событиях февраля-марта 1917 года проявила главная партия российских либералов – партия кадетов. Кадеты активно включились в формирование новых органов власти. Им принадлежала руководящая роль в создании временного правительства и деятельности его первого кабинета, в состав которого вошли Милюков, Шингарев, Некрасов, Мануйлов и Родичев. Свою главную задачу кадеты видели в том, чтобы довести страну до законно избранного учредительного собрания. Политическим идеалом кадетов оставалась парламентская конституционная монархия английского типа, где господствует принцип «король царствует, но не управляет». Весной 1917 года наблюдался бурный рост численности партии. Ее ряды увеличились до 100 тысяч человек. Несмотря на это, с середины 1917 года влияние партии неуклонно ослабевало. Пытались сказать свое слово в революции представители других политических партий – «Прогрессистов», «Коновалов», «Октябристов», «Гучков», «Годнев», «Львов». Но уже в первой половине 1917 года одни из них сошли с политической сцены – «Гучков», другие перешли под знамена кадетов – «Коновалов», а третьи пытались самостоятельно влиять на ход событий. Львов, например, в августе 1917 года выступал посредником в переговорах между Керенским и Корниловым. Свержение царизма привело к прекращению деятельности некогда многочисленных, свыше 400 тысяч человек в 1907 году черносотенных организаций – Союза Русского Народа, Союза Русских Людей, Русской Монархической Партии, Русского Народного Союза имени Михаила Архангела и других. Наиболее влиятельными членами этих организаций были представители российской интеллигенции Дубровин, Пуришкевич, Марков, Марков II, Маклаков, Майков, Соболевский, Князь Голицын и другие. После перехода государственной власти в руки большевиков многие представители правых организаций подверглись репрессиям со стороны чрезвычайных комиссий. Падение монархии создало благоприятные условия для организации и деятельности профессиональных союзов. К октябрю 1917 года они объединяли в своих рядах свыше двух миллионов человек, а к концу 1917 года количество организованных в профсоюзе рабочих составило около трех миллионов человек. В 1917 году на промышленных предприятиях и транспорте начинают создаваться фабрично-заводские комитеты ФЗК, как одна из форм объединения российского пролетариата. В отличие от профсоюзов ФЗК избирались на общих собраниях рабочими и служащими данного предприятия независимо от их профессиональной принадлежности. Главной задачей ФЗК стало осуществление рабочего контроля над производством, введение восьмичасового рабочего дня, решение вопросов расценок и зарплаты и так далее. ФАБ-завкомы также участвовали в формировании отрядов Красной Гвардии и рабочей милиции. ПАРАГРАФ ЧЕТВЕРТЫЙ НАРАСТАНИЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО КРИЗИСА И ПРИХОД К ВЛАСТИ БОЛЬШЕВИКОВ На протяжении всего 1917 года российская экономика продолжала погружаться в экономическую бездну. Страна оказалась на грани хозяйственной катастрофы. С целью ослабления нарастающего общенационального кризиса и укреплении позиций временного правительства по решению в ЦИК и исполкома советов крестьянских депутатов было решено созывать в Петрограде демократическое совещание. Его заседания проходили с 14 по 22 сентября 1917 года в Александринском театре. Кроме решений вновь построить власть на коалиционных началах было принято и другое. Выделить из состава демократического совещания представители всех групп и фракций в постоянный орган Временный Совет Российской Республики предпарламент. Заседание предпарламента открыли 7 октября в Мариинском дворце в зале бывшего Царского Государственного Совета. Председателем предпарламента стал Авксентьев. Фракция большевиков после прочтения Троцким подготовленной декларации покинула предпарламент, отказавшись от работы в нем. Большое значение в борьбе большевиков за массы сыграл шестой съезд РСДРП Б, проходивший с 26 июля по 3 августа 1917 года в Петрограде. С конца августа началась массовая большевизация Советов. Осенью 1917 года большевики вновь выдвинули лозунг «Вся власть Советам», но теперь он означал переход власти к Советам путем свержения Временного Правительства. В октябре 1917 года в России насчитывалось 1429 Советов, в том числе свыше 700 Советов рабочих и солдатских депутатов. Решение о вооруженном восстании ЦК РСДРП Б принял на своем заседании 10 октября 1917 года. К тому времени в Петроград возвратился Ленин и впервые после июльских дней участвовал в работе ЦК. 12 октября был создан межпартийный орган Военный Революционный Комитет ВРК. Его главной задачей стала мобилизация масс на вооруженные восстания. Одним из главных организаторов и руководителей Петроградского ВРК был левый эсер Лазимир. В то же время ВРК, как орган Петросовета, подчинялся Троцкому. В ночь с 15 на 16 октября состоялось расширенное заседание ЦК партии большевиков, на котором вновь была поддержана ленинская резолюция 10 октября о вооруженном восстании. В ночь на 25 октября был взят Зимний дворец, а временное правительство арестовано. К утру 25 октября Петроград находился во власти ВРК. Днем отряд солдат и матросов под командованием комиссара ВРК распустил предпарламент. В тот же день в 22 часа 40 минут открыл свои заседания второй Всероссийский съезд Советов. Осудив переворот, съезд покинули меньшевики, а за ними эсеры. 26 октября на съезде по докладам Ленина были приняты декреты о мире и о земле. В ночь с 26 на 27 октября съезд образовал первое чисто большевистское советское правительство Совет народных комиссаров во главе с Лениным. По решению съезда это было временное рабочее крестьянское правительство, образованное для управления России до созыва учредительного собрания. Помимо Ленина в первый состав Совнаркома СНК вошли наркомы по внутренним делам Рыков, земледелие, Милютин, труда, шляпников, по делам военным и морским комитет в составе Антонов-Овсеенко, Крыленко, Дыбенко, по делам торговли и промышленности Ногин, народного просвещения, Луначарский, финансов, Скворцов-Степанов, по иностранным делам Троцкий, юстиции, Ломов, Апоков, по делам продовольствия Теодорович, почт и телеграфов, Авилов, Глебов, по делам национальности Сталин. Параграф пятый. Законодательное оформление политической системы. Первым конституционным законом обобщающего характера для советской России стала разработанная Лениным Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Ее проект был принят в ЦИК 3 января 1918 года, а 18 января декларация была утверждена. Россия становилась Республикой Советов, которым должна была принадлежать вся власть на местах. Основными задачами советской власти провозглашались уничтожение эксплуатации человека человеком, устранение деления общества на классы, подавление сопротивления эксплуататоров, подтверждались отмена частной собственности на землю и первые декреты советской власти. В стране вводилась всеобщая трудовая повинность. Для защиты революции декретировалось вооружение трудящихся, образование Красной Армии и полное разоружение имущих классов. Основными принципами внешней политики советской России провозглашалась борьба за мир между народами, отмена тайных договоров, уважение к национальному суверенитету. Кроме того, декларация объявляла об устранении эксплуататорских классов от участия в управлении государством. Власть в стране должна была принадлежать исключительно трудящимся массам и их полномочного представительству советам. В январе 1918 года на Третьем Всероссийском съезде советов было провозглашено и законодательно закреплено образование РСФСР. Итоги государственного строительства подвел Пятый Всероссийский съезд советов. 10 июля 1918 года он утвердил Конституцию РСФСР, основной идеей которой стало установление диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства в целях полного подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком. Она открыто провозглашала классовые принципы организации власти и демократических прав. В текст Конституции была целиком включена декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. В соответствии с декретами Второго съезда советов и основным законом государства, высшим органом государственной власти в стране являлся Всероссийский съезд советов. В период между съездами Всероссийский Центральный исполнительный комитет ВЦИК. Первым председателем ВЦИК был избран Каменев 27 октября 8 ноября 1917 года. Затем этот пост занимал Свердлов. После его смерти в марте 1919 года председателем ВЦИК стал Калинин. Однако роль конституционного регулирования была резко снижена разгоравшейся гражданской войной, ускорившей свертывание демократических процессов. Параграф шестой начальный этап гражданской войны. 26 октября 1917 года начали свое движение на Петроград казачьи части генерала Краснова и Керенского. 27 октября ими была захвачена Гатчина, 28 октября царское село. Однако это был временный успех. Уже к 1 ноября 1917 года большевики смогли достичь соглашения с казаками о выдаче Керенского, которому пришлось спешно бежать. Наиболее опасным для большевиков в конце 1917 года становится движение казаков на Дону и Южном Урале, которые возглавляли атаманы Каледин и Дутов. Только к январю 1918 года удалось устранить казачью угрозу. В декабре 1917 года начинается создание добровольческой армии во главе с Корниловым. В марте 1918 года она предприняла поход с Дона на Кубань. Общее количество добровольцев в этом походе, получившем название Ледяного, составляло около 4000 человек. Рейд преследовал цель воссоединения с войсками кубанского правительства. В апреле 1918 года генерал Корнилов атаковал Екатеринодар, однако 13 апреля он был убит случайным снарядом. Принявшие командование генерал Алексеев и Деникин дали приказ об отходе войск. Остатки добровольческой армии вновь перебазировались на Дон. К обострению гражданской войны привели распуск советской власти учредительного собрания. Выборы делегатов в его состав прошли в конце 1917 года. В результате большевики получили около 22,5% голосов, представители других социалистических партий 60,5%, из них более 55% эсеры, буржуазные и национальные партии набрали менее 17% голосов. 5 января 1918 года учредительное собрание начало свою работу. Его председателем был избран правый эсер Чернов. Большинство делегатов дистанцировалось от советской власти и ее декретов. В этих условиях большевики и левые эсеры покинули собрание, лишив его кворума. 6 января учредительное собрание было распущено. Выступления населения, вызванные распуском учредительного собрания, не были многочисленными и вскоре пошли на спад. Советскому руководству пришлось решать многочисленные военно-политические проблемы и на других направлениях. 3 марта 1918 года большевики вынуждены были подписать Брестский мир с Германией. Согласно ему, от России отторгалась вся Прибалтика и часть Белоруссии. На Кавказе к Турции переходили Карс, Ордоган, Батуми. Украина и Финляндия признавались самостоятельными государствами. Территориальные потери России составляли около одного миллиона квадратных километров. Россия обязывалась демобилизовать армию и флот, в том числе и части Красной армии, созданной по декрету СНК от 15 января 1918 года. Россия также должна была выплатить контрибуцию. Ее сумма была определена несколько позже и составила 6 миллиардов марок. Заключение Брестского мира совпало с открытой интервенцией войска Антанты. 6 марта 1918 года в Мурманске высадились английские войска, а 5 апреля во Владивосток прибыл японский десант. В этих условиях окрепло белое движение, получившее поддержку широких слоев населения. Одним из толчков консолидации антибольшевистских сил стало вооруженное выступление 40-тысячного чехословацкого корпуса, находившегося в России и состоявшего из пленных солдат-славян австро-венгерской армии. Попытки конфискации у них оружия привели к восстанию, которое получило немедленную поддержку всех антисоветских сил и распространилось на значительную территорию. Этому способствовала и слабость советской власти в восточных регионах России. На Восточном фронте Красной армии противостояли разрозненные силы эсеровских правительств и их союзников. Большевистское правительство не контролировало ситуацию не только в прифронтовых губерниях, но и в областях и городах, значительно удаленных от Восточного фронта. Эти обстоятельства сыграли определенную роль при принятии решения о расстреле 17 июля 1918 года в Екатеринбурге царской семьи. Уничтожение последнего императора окончательно решало проблему внутрепартийных споров, объединяя партию перед Единым фронтом контрреволюции. Большевики демонстрировали свою решимость идти до конца. В 1918 году советская власть приступила к активному строительству рабочей крестьянской Красной Армии РКК, которая первоначально формировалась на основе добровольности. Однако уже 29 мая 1918 года был принят декрет о всеобщей воинской обязанности. Вводился институт военных комиссаров и специалистов, отменялась выборность командиров. К 1920 году в РКК проходили службу 50 тысяч бывших офицеров и генералов царской армии и более 40 тысяч военно-медицинских работников. Общая численность армии превысила к тому моменту 5 миллионов человек. Реорганизацией подверглось и управление армией. 2 сентября 1918 года было принято решение о создании Революционно-военного совета республики РВСР, председателем которого стал Троцкий. В дальнейшем с целью мобилизации всех ресурсов страны на нужды обороны 30 ноября 1918 года был образован Совет рабочей крестьянской обороны во главе с Лениным. Осуществление принципа единства фронта и тыла позволило советской власти переломить ситуацию в свою пользу. 18 ноября 1918 года в Сибири к власти пришел адмирал Колчак, провозгласивший себя верховным правителем России. Вскоре остальные лидеры белого движения заявили о неподчинении авторитету верховного правителя. На юге укрепилась диктатура командующего добровольческой армии Деникина, создавшего объединенные вооруженные силы юга России. На севере главенствующая роль принадлежала генералу Миллеру. Параграф 7 Решающее сражение Гражданской войны Широкомасштабные военные действия белых армий в весенне-летнюю кампанию 1919 года начались на Восточном фронте. Наступление войск Колчака до 400 тысяч человек развивалось сразу в двух направлениях, что ослабляло удар и позволяло производить маневры отдельными частями РКК. Восточный фронт был признан главным фронтом Советской Республики. Было налажено снабжение фронта всем необходимым. С этой целью ремонтировались десятки паровозов на многочисленных субботниках, начало которым положил первый субботник рабочих депо Москва-сортировочная Московско-Казанской железной дороги 12 апреля 1919 года. 28 апреля 1919 года войска РКК на Восточном фронте перешли в контрнаступление, которое продолжалось до 19 июня. Большую роль сыграло поражение войск Колчака под Челябинском, где были истрачены последние резервы, а в плен попало около 15 тысяч белогвардейцев. К началу 1920 года войска Колчака были окончательно разгромлены, сам адмирал арестован и расстрелян 7 февраля 1920 года по приговору Иркутского ВРК. Продвижение войск Красной Армии в 1919 году сдерживалось обострением ситуации на Южном фронте, где мощное наступление развернул Деникин, имевший под своим командованием 150 тысяч человек. При этом главная роль отводилась добровольческой армии Маймаевского, наступавшей по кратчайшему к Москве направлению. Теперь советское руководство объявило главным фронтом республики Южный фронт, перебросив туда воинские части и одновременно проводя новую мобилизацию. В результате в декабре 1919 года части РКК взяли Харьков, Киев, в январе 1920 года Царицын, Таганрог и Ростов-на-Дону. За три месяца боев было захвачено более 40 тысяч пленных. Лишь несогласованные действия под Новороссийском, Тухачевского и Буденова позволили остаткам добровольческой армии 35-50 тысяч человек переправиться в Крым, удерживаемый немногочисленными войсками генерала Слащева. Поражение войск Деникина и Колчака в 1919 1920 годах обозначало решающий перелом в ходе Гражданской войны. Общий успех РКК подчеркивали и поражение войск генерала Юденича под Петроградом. Воспользовавшись многочисленными трудностями РКК в апреле 1920 года Польша напала на Советскую Россию. В результате широкомасштабного наступления 150-тысячной польской армии были захвачены Житомир, Коростень и Киев. Польская агрессия болезненно отразилась на национальных чувствах населения России. По призыву генерала Брусилова значительная часть русского офицерства влилась в ряды Красной армии. Сочетание общественного порыва и государственных мер позволило РКК к лету 1920 года укрепить свои силы на западном Тухачевский и юго-западном Егоров фронтах. В июне 1920 года началось контрнаступление войск Красной армии. 12 июня польские части оставили Киев. В июле были взяты Минск и Вильнюс. К концу июля части РКК перенесли военные действия на территорию Польши. Однако ряд ошибок советского политического и военного руководства не позволил достичь поставленной цели взять Варшаву и Львов. Значительная часть войск Западного фронта попала в окружение. В польском плену оказалось около 130 тысяч красноармейцев, из которых за два года в концлагерях для военно-пленных умерло 60 тысяч. В этих условиях 18 октября 1920 года военные действия были прекращены. Перемирие, а впоследствии Рижский мирный договор, подписанный 18 марта 1921 года, зафиксировали государственную границу. За Польшу не только закреплялись земли Западной Украины и Западной Белоруссии, но и в годичный срок Советской России ей выплачивались 30 миллионов золотых рублей. Окончание военных действий в Польше позволило РКК сосредоточить свои основные силы против войск Врангеля в Крыму. Решающий штурм крымских укреплений начался 7 ноября 1920 года, а уже 13 ноября части 1-й конной армии освободили Симферополь 15 ноября Севастополь. Вскоре весь Крым стал советским. Большую часть Врангелевских войск и членов их семей свыше 145 тысяч человек незадолго до этого эвакуировались. Последний корабль линкор Корнилов покинул Севастополь 14 ноября. На его борту находился верховный главнокомандующий белого движения Врангель. Параграф 8 Военный коммунизм эпохи гражданской войны. Лидеры большевиков не предполагали немедленного введения социализма в России. Еще весной 1918 года в работе «Очередные задачи советской власти» Ленин писал о первых шагах к социализму. Об известном времени, которое необходимо для понимания массами идей государственного учета, контроля над производством и распределением. Однако уже к середине 1918 года Советская Россия оказалась на положении военного лагеря. Началась быстрая милитаризация экономики страны. Советское государство осуществляло реализацию ряда чрезвычайных мер, направленных на централизацию государственного контроля и управления всеми сферами экономической жизни. Некоторые из них начали внедряться еще в конце 1917 года. Комплекс этих чрезвычайных мероприятий получил название военного коммунизма. В 1918 и 1920 годах ускоренным темпом шел процесс национализации промышленности. Опасаясь того, что крупные предприятия на оккупированных Германии территориях могут перейти в ее собственность, Совнарком 28 июня 1918 года в спешном порядке принял декрет о национализации крупных и частично средних предприятий всех основных отраслей промышленности. В тот момент подлежало национализации до 2000 акционерных предприятий к концу 1918 года в районах Центральной России из 9500 учтенных предприятий около половины из них считались крупными и средними в руки государства перешло свыше 3,3 тысяч то есть 35 процентов. Национализация крупного производства страны была в основном завершена к весне 1919 года. Аграрная политика советской власти до мая 1918 года развивалась в духе декрета о земле принятого 26 октября 1917 года. Однако голод и гражданская война толкнули большевиков на путь чрезвычайных мер в сельском хозяйстве. Власть пошла на насильственное изъятие продуктов в деревнях. Вместе с тем хлебная разверстка и хлебная монополия не были большевистским изобретением. Постановление о хлебной разверстке было подписано управляющим министерством земледелия Ритихом 29 ноября 1916 года и вступало в силу в январе 1917 года. Политика твердых цен нормированного снабжения населения введение карточек на продукты питания осуществлялись и временным правительством. В мае 1918 года советская власть осуществила ряд мер совокупность которых получила название продовольственной диктатуры. Наркомат продовольствия и его органы наделялись чрезвычайными полномочиями в области заготовки и распределения продовольствия. Подтверждалась незыблемость хлебной монополии государства и твердых цен на хлеб. Все, у кого хлеб имелся, но кто не свозил его на ссыпные пункты или использовал для самогона варенья, объявлялись врагами народа. 11 июня 1918 года был принят декрет об организации комбедов комитетов деревенской бедноты. В ноябре 1918 в 33 губерниях Европейской России и Белоруссии действовало 139 тысяч комбедов, во главе которых стояли коммунисты из рабочих и крестьян, бывших солдат. В конце 1918 начале 1919 года комбеды были преобразованы и слиты с советами. Уже осенью 1917 года в хлебородные губернии страны стали отправляться первые продовольственные отряды. Численность всех продотрядов в ноябре 1918 года составляла 72 тысячи человек. В 1919 1920 годах она колебалась от 55 до 82 тысяч человек. Декрет от 11 января 1919 года заменял беспорядочные поиски продовольственных излишков централизованной и плановой системой продоразверстки. Неприкрытая реквизиция произвольно установленных излишков вызывала различные формы протеста со стороны крестьянства. Вооруженное выступление, сокрытие запасов, отказ засевать больше земли, чем было необходимо для пропитания своей семьи. В годы Гражданской войны весьма распространилось мешочничество, возникшее во время Первой мировой войны на почве продовольственного кризиса. По официальным данным, в 1918 — 1919 годах из 26 губерний России было вывезено в города 143,8 миллионов пудов хлеба, в том числе мешочниками около 66 миллионов пудов или 41 процент. За годы Гражданской войны в города мешочниками было доставлено около половины всего продовольствия. Эпоха военного коммунизма привела к обесценению денег и роста натуральной платы, продовольственный паек по льготным ценам, бесплатная спецодежда и удешевленные коммунальные услуги. Деньги были практически вытеснены лишь из сферы государственной промышленности, однако полностью отказаться от них государство не смогло даже в условиях военного коммунизма. Население продолжало пользоваться царскими денежными знаками, керенками и думскими деньгами образца 1917 года, расчетными знаками советской поры, а также многочисленными местными деньгами. Несмотря на чрезвычайное положение военного времени, в эти годы советским правительством осуществлялся комплекс мер по социальному обеспечению трудящихся, нетрудоспособных, престарелых и детей. Создавались дома матери и ребенка, родильные дома, женские и детские консультации, молочные кухни, ясли. В 1919 году в России действовало 1279 таких учреждений. Высшие точки политика военного коммунизма достигла на рубеже 1920-1921 годов. Негативные последствия военного коммунизма сильнее всего отразились на крестьянстве, способствовали взрыву антибольшевистских восстаний, вместе с тем политикой и практикой жесткого централизма в годы гражданской войны была оправдана. Она помогла спасти народные хозяйства страны от краха, хотя и не способствовала экономическому росту. Одновременно гражданская война усилила веру советских руководителей во всемогущество централизма.